Января. Действительно очень сильно подвинулись в платежах по газу за прошлый год. У нас на сегодня кредиторская задолженность по газу составляет всего 50 миллионов на 1 января. То есть, когда я пришел, нас составляло на 18 декабря, потому что тогда еще деньги не были утвачены. Сейчас, конечно, сколько нет в памяти? 234 миллиона. Сейчас 50. Мы хорошо в этом году погасили задолженность перед нашими партнерами с ТГК. Несколько лет она у нас наращивалась. Вышли мы с задолженностью 88 миллионов. То есть, фактически, почти пришли к той начальной задолженности, которая была на 1 января 2014 года. Но в этом году мы еще попробуем ее и дальше уменьшить еще на 20 миллионов рублей. То есть, пока мы идем неплохо. Но самое главное, что нам надо сделать систему получения вот этих выпадающих доходов, которые из бюджета всех уровней, скажем так. То есть, мы каждый год защищаем свои выпадающие доходы, управляем от министерства. Часть средств из выпадающих доходов нам возвращается. Вот на году уже как-то тоже там 47 миллионов в бюджетской области включено. Надеемся, в апреле эти деньги получить. Они каким именно кредиторам пойдут? 47 миллионов? Целевые деньги мы сами не знаем. То есть, что область определяет соглашение. Ну, а статья о затратах, насколько я знаю, там она у них просто пишется на подготовку себе. А кредиторская задолженность какую сумму составляет? Я же сказал около 420 миллионов. А это из-за чего? Из-за того, что люди не платят или в предприятиях не платят? Кредиторская задолженность, во-первых, у нас же дебиторка составляет 320 миллионов. То есть, здесь очень интересный нюанс. Мы же с вами говорили про одну двенадцатую, да? То есть, еще второй есть нюанс, который... То есть, население может иметь задолженность, находящую до двух месяцев. До двух месяцев задолженность это около 200 миллионов по городу Берску. Вот. Даже больше 200-230. До двух месяцев мы не имеем права не обращаться в судебные органы, не имеем права не проводить ограничения потребления. Только спустя двух... Да, и не начислять пеню. Только спустя двух-два месяцев мы имеем право делать эти данные процедуры. Причем у нас пеня составляет для населения 1,03 ставки рефинансированных банков. Что касается нас, мы выступаем как юридическое лицо. То есть, все наши контрагенты после месяца... Они имеют право начислять пеню после месяца просрочки платежей. И они ее начисляют по 1,130. То есть, даже в пене разница почти в три раза. Вот. Поэтому данный, кстати, этот вопрос тоже затрагивается на все сейчас обсуждения законодательных органов. То есть, потому что ресурсоснабжающая организация находится достаточно в таком тяжелом положении. Вот именно из-за этого всего.